Здравствуйте, уважаемые зрители! Я адвокат Чаузов Александр Васильевич. Веду дело по защите Фомичева Алексея Валентиновича, моего доверителя, и членов его семьи. Преступления в отношении Алексея, его супруги Крылова Екатерины и его двоих несовершеннолетних детей начались в 2015 году. До первого поджога была убита охотничья собака Алексея, так как он охотник и проживает в сельской местности, то понес значительный ущерб, и были напуганы дети и вся семья. Первый поджог, точнее, как указывает свидетель, взрыв в гараже Алексея, которые представляют из себя не только гараж, но и своего рода домик для гостей, охотников, то есть могли пострадать и люди. Произошел осенью 2015 года. Дня приехал ко мне Шурин. Мы пошли в гараж, я вообще ничего не видел. В гараж все нормально, ни дыма, ничего. Я открываю вход маленький оттуда, и клубы дыма мне в лицо. Полный гараж дыма. Ничего не сгорело. Я, конечно, побежал сюда, и здесь-то все, шрая, задняя стена, да. А пасмурно, черное давление видно, я не знаю почему так. Ничего не сгорело, выглядела вся стена задняя. И потом, когда я уже вижу, что поджог, вызвал там всех товарищей, кто должен приехать, и они началась съемка, да, все, и вот нашли в пожарную часть, оказывается, было заявление. И вот они сюда потом приезжали ночью, пожарные-то, но никуда не выходили, уехали. Я даже не понял, чем дело. А в итоге оказалось, что потом приехали, все был поджог, определили. Свидетель все сказал, что был взрыв. И поджигали отсюда, видишь. Данное преступление, несмотря на то, что прошла череда последующих нападений, поджогов и угроз, и, в общем-то, сформировался круг фигурантов по этим уголовным делам, тем не менее, до сих пор не раскрыто, и работа по нему не ведется. Следующее преступление произошло также осенью, через год. Второй случай уже вот эти дожгли, а никого дома не было. Были все в школе, а Катя на работе, Алина в школе, а я на охоте в лесу. Мать увидела вон за окошко. Как ее так тряхнуло, когда мне еле позвонила. Вот Мирозильский дом. Я уже, когда, пока я там из лесу приехал на квадрики оттуда, тут уже толпа народу, пожарные, все уже сгорело. Двое нападавших днем под объективы видеокамер, так как Алексей предпринял меры для защиты своего домовладения, установил видеонаблюдение. Двое нападавших облили бензином его гараж и подожгли. При этом какое-нибудь эффективное расследование началось после обращения уже в областные правоохранительные органы. И был выявлен круг фигурантов по данному делу, а именно Щелкунов Алексей Николаевич, как мы считаем, заказчик всех преступлений Зайцев, владелец машины, на которой поджигатели добирались до места, где проживает семья Фомичева Алексея Громов и Уханов, как мы считаем, соисполнитель поджога вместе с Громовым. Тем не менее, по данному, по второму, скажем, поджогу, был осужден только Громов. Получил условный срок, несмотря на то, что ранее привлекался к уголовной ответственности, а остальные участники группы к уголовной ответственности не привлекались и благополучно, в общем-то, были отпущены. Видя это, то есть то, что никоим образом не проводится эффективное расследование преступлений против Алексея Щелкунов, решает, как мы считаем, уже наверняка разобраться с Алексеем и его семьей и нанимает Шолотова, тоже, как мы считаем, человека из его круга, который через год, опять же, осенью, в ночь с 28 на 29 сентября 2017 года совершает нападение на домовладение Алексея. Ну вот, третье нападение на дом началось с того, что залаяла собака соседская. Я включил монитор на втором этаже в спальне и увидел четко, в монитор бежит в маске мужик к нашему дому. Вот я заорал в окошко и, не помню, что я кричал, короче, выскочил на улицу, как мог, в трусах. И в это время он уже исчез отсюда. Ну вот, а потом с Катей оделись, я в квадроцикл побежал, да поехал догонять, думал, машина стоит. Знал, что сокол-то бегает, да всяко на машине приехали. И прокатался минут 10, наверное. А когда вернулся, уже все тут, в разборке кончились. Милиция, соседи, Катя. Однако в этот раз мы считаем, что целью нападения было не, как это определил суд, повреждение имущества, уничтожение, а убийство семьи. Поскольку попытка поджога была совершена, когда Алексей и Катерина, его супруга и дети легли спать, нападавший упорно хотел довести умысел до конца, то есть упорно пытался поджечь домовладение, напал заточкой на Катерину, супругу Алексея. 28 сентября в 11 часу мы приехали от родителей. Ну, минут через 20 легли спать, и залаяла собака. Леша, видимо, включил там камеры и закричал, что опять бегут в масках. Мы с ним выскочили на улицу, и увидели, что мужчина уже отбегал от машины в сторону огорода. Оделись, вернулись на улицу, и он уехал на квадроцикле, а я осталась на крыльце стоять с фонариком. И когда выходила, взяла с полки ножик, на всякий случай в чехле, положила в карман. Леша уехал, я осталась на крыльце светить фонариком. И через какое-то время бежит снова человек в маске. Я к нему навстречу, и схватились тут от машины. Он сначала меня оттолкнул, и вот здесь у нас началась борьба. Я ему говорила, что прекрати эти действия, но он не прекращал. И тогда он замахнулся на меня чем-то острым. И у нас тут началась борьба. Я его сшибла как-то, сшибла с ног, и мы с ним упали. И нанесла удар. Необходимо понимать, при поджоге либо автомобиля, либо дома, который... То есть автомобиль стоял рядом с домом под навесом, естественно, сгорело бы все домовладение, люди бы погибли. Поскольку какое-либо эффективное расследование по этим делам не ведется, то Щелкунов продолжает совершать преступления. То есть уже в 2018 году, когда заканчивалось производство по третьему поджогу, Щелкунов при встрече Алексея Фомичева на автостоянке АЗС Шелл в городе Сокол высказал в очередной раз ему угрозы расправой, убийством, по сути, в отношении его и его семьи. Преступление в отношении Алексея совершается в связи с тем, что Щелкунов, после того, как Алексей прекратил с ним совместную продажу земельных участков, ранее они какое-то время занимались продажей земли, так вот Щелкунов стал требовать денежные средства. Хотя мой доверитель ему ничего не должен, никаких денег у него не брал. После ряда отказов в общем-то и начались все эти преступления, то есть вымогательства, угрозы убийством, покушение на убийство, поджоги домовладения Алексея и его семьи. Бездействия полиции Сокольского района были предметом неоднократных обращений, как в прокуратуру всех уровней, в том числе Генеральную прокуратуру России, так и Федеральную службу безопасности, в частности мы писали центральный аппарат в Москву, так и в Следственный комитет. Также жалобы подаются нами уже через центральный аппарат, поскольку мы считаем, что в данной ситуации это более эффективно. Заключается бездействие наших правоохранителей в том, что при наличии круга подозреваемых не ведется сколь-нибудь эффективная работа по их выявлению, то есть не отсутствует какая-либо работа по контролю переговоров фигурантов дела, не своевременно просматриваются какие-то материалы, в частности камеры видеонаблюдения в срочном порядке мы написали по факту угроз на заправке ЗАШЛ в этот же день, так и не были просмотрены и в результате через две недели они уже были стертые. Далее на ряд наших заявлений нету реакции правоохранительных органов вообще, так в частности давая объяснение по факту ходатайства о применении мер безопасности, в котором также отказано, что является бездействием никаким образом следствие Сокольского района не посчитало нужным провести проверку по нашему заявлению о вымогательстве денежных средств. Все эти факты свидетельствуют о том, что либо в полиции Сокольского района работают некомпетентные люди, которые в соответствии с законом о полиции, законом о службе в органах внутренних дел не должны работать, не обладают нужной квалификацией, либо ведется работа по прикрыванию заказчика и членов его группы. Я хочу прекратить все это дерьмо. Прежде всего, чтобы дети мои спали спокойно и разнополые дети в одной спальне спят до сих пор с мамой. Даже без нее спать не ложатся. От каждого шума... От каждого, да. От каждого злая собаки скакивает. За маму хватайся, ко мне бегут. Никуда. днем бегут, ночь бегут. Ни на работу, ни на охоту, не знаешь, как уйти никуда. Который год дом под охраной. Всем все понятно, все все знают, почему не дорабатывают, вообще не понятно. Ну, что, погоны себе сохранять или что, чем мотивирует это все, не понимаю я. Все равно всех убрали, лишь сейчас. Сейчас другие, а толку там. Вот и хотелось, чтобы доработали. Все вроде есть, и видео, преступников ловим. Меньше 20% статистика раскрытия поджогов. Мы троих фигурантов туда уже отправили и дело не движется с мертвой точкой. Никого не закрывает, поджоги продолжаются, угрозы идут, я не знаю, что делать дальше. От кого ждать помощи, непонятно. Субтитры создавал DimaTorzok